В сентябре-октябре 2015 года начали поступать письма от Газпрома и Транс-Казань в адрес жителей поселка Салмычи с требованием, с информацией о том, что якобы их жилые дома находятся в минимально пустимых расстояниях от трех магистральных газопроводов. В дальнейшем, через буквально месяц после поступления этих писем начались предъявляться исковые заявления. Это было 5 исковых заявлений, сейчас это около 15. При этом материалы дела суда представлена информация о том, что таких земельных участковых жилых домов, на которые планируется подавать исковые заявления, составляет больше 200 домов и больше 300 земельных участков. В настоящее время по двум делам, по которым мы не представляли интересов, решения вынесены, прошли апелляцию, к сожалению, не пользуясь жильцов. И по одному делу также мы приняли интересы, но только на стадии уже апелляции. Охранная зона увеличилась уже при составлении исков? Или она была уже? Дело в том, что об охранной зоне все прекрасно знали о 25-метровой, которая как раз была указана на таблицах, и все жильцы ее соблюдали. То есть нет ни одного жилого дома, который бы там находился. Однако о так называемых минимально допустимых расстояниях люди начали узнавать только после того, как начали получать эти письма. Об этих минимально допустимых расстояниях никто не знал. Газовики, которые постоянно проходили, делали осмотры, представили газ самим жильцам, об этом никогда не уведомляли, не сообщали. Более того, говорили, у вас все нормально, все хорошо. Главное, вот смотрите на табличку, 25 метров, если вы не подаете, все у вас замечательно. А что говорит Ростехнадзор? Ростехнадзор поддерживает позицию Газпрому в том плане, что дома подлежат сносу, так как якобы есть нарушения этих минимальных пустимых расстояний. Более того, сам Ростехнадзор стал инициатором, в принципе, виновником, так скажем, всех этих исков, так как Газпром с 2000-х годов, зная о том, что черта города была увеличена и планируется застройка, никаких действий не предпринимал. И только в 2015 году, после проверки Ростехнадзором, линейной части магистрали нефтепроводов, были выписаны предписания в адрес Газпром, Трансгазказань и Нижекамс, НТХИМ, управление нефтепроводов, о том, что якобы есть нарушения и необходимо принять меры. Но газы и нефтепроводы, они же не должны пролегать в черте города. Совершенно верно. Согласно СНИПу, проектирование строительства газопроводов и нефтепроводов по черте города запрещено и невозможно. Но суды и сами эксплуатирующие организации пока обосновывают тем фактом, что трубы уже лежали и город появился позже. Но согласно тому же СНИПу, на который они делают ссылки, указано, что расстояние до черты города, проектируемое, должно быть заложено не больше, чем 25 лет. Соответственно, эти 25 лет с даты строительства этих всех магистральных проповодов давно уже прошли. И сейчас вопрос, учитывая, что город он всегда растет, это предполагается, трубы должны быть вынесены, но деньги никто тратить не хочет и легче им снести дома, чтобы закрыть свой тыл, так скажем. А компенсацию платят при этом? Нет, они ссылаются на статью 32-ю с закона о газоснабжении, согласно которой люди, которые построили свои жилые дома в охранных зонах, именно в охранных зонах, как там указано, являются виновниками в таком строительстве и снос производят за их счет. Они ссылаются на эти нормы. А администрация? А администрация отмалчивается, суды ходить полностью перестало. До этого еще как-то представители ходили. Считают, что ИС, конечно, не подлежит удовлетворению, но каким-то образом влиять на ситуацию в части решения вопроса с необходимостью выноса трупов за пределы города, то есть производство опасных объектов за пределы города, никаких действий не совершает. Более того, постоянно стоят полк колеса, то есть не слышат нас, митинги, пакеты, которые мы пытаемся провести на местах, где более оживленные местности, и можно достичь людей, постоянно отказывают и отправляют провести пакеты, как на случай с Москвой, на окраину города.